Шалом, имя Божие Как вы понимаете, благословение есть в трех вариантах. Вариант первый – это когда мы благословляем Бога. Вариант второй – это когда Бог благословляет нас. Вариант третий – это когда мы благословляем друг друга. Обо всех этих трех вариантах мы с вами сейчас и поговорим. Если говорить о том, когда мы благословляем Бога, то тут все кажется немножко странным. Почему? Потому что мы можем благословить Бога, который дал нам все, что у нас есть. Что мы можем ему отдать, что мы можем ему вернуть. Интересно, что в еврейском языке слово благословение, браха – это не только само собственное благословение, это еще и молитвы. Брахот есть молитвы, которые совершает человек. И в соответствии с еврейской традицией сегодняшней, каждый правоверный еврей, верующий еврей должен в день произнести минимум 100 брахот. Что это значит? То есть он должен 100 раз произнести в день соответствующую молитву. При этом, очень важно, в каждой молитве он благодарит Бога. И каждый раз за что-то новое. То есть, если вы сегодня совершили молитву благодарения за хлеб, то вы снова, когда будете вкушать хлеб, вы благодарите за хлеб. Но это не входит в сотню. То есть, нужно 100 новых причин каждый день для того, чтобы поблагодарить Бога. И вот это открывает нам на самом деле первое значение слова браха, слова благословения. Когда мы говорим о благословении нашему Богу, мы говорим о выражении нашей благодарности к Нему. Благодарности к тому за то, что у нас есть. Благодарности за то, что Он нам дал и о нас позавхотился. Второе значение или второе направление благословения – это когда Бог благословляет нас. Наверное, самый известный текст, который об таких вещах говорит, это книга «Бытие», 12 глава с 1 по 3 стих. Здесь записано. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя покляну, и благословлятся в тебе все племена земные». Бог пообещал благословить Аврааму. Причем, замечу, для тех, кто не в курсе, что это так называемое безусловное обетование. То есть Бог не ставит перед Авраамом никаких условий для того, чтобы тот получил это благословение. Что он ему обещает? Он обещает ему произвести великий народ. Интересно, несмотря на то, что Авраам услышал и поверил, как мы с вами знаем, в это обещание, на деле он его исполнение при жизни не увидел. То есть сегодня мы можем, конечно, сказать, что Бог произвел от Авраама великий народ, но тогда только своего первого сына ему пришлось ждать по подсчетам наших армоним 25 лет. Интересно. Ожидание исполнения обетования 25 лет. Сегодня, если Бог мне что-то пообещал, то, наверное, я скажу, да, это здорово, давай, благословляй, исполняй свое обещание. Но что произойдет, если я буду ждать день, неделю, месяц, год? У меня появятся мысли, что, может быть, с моим обетованием что-то не так, или с моим, или с Божьим обещанием, или, может, я что-то не то понял. Аврааму пришлось ждать 25 лет, прежде чем у него родился первый сын. Бог обещает ему великое имя. Опять же, наверное, Авраам был известен на Ближнем Востоке в те времена, но глобальное исполнение этого обещания он при жизни не увидел. Это все исполнилось спустя века. Дальше. Он обещает ему, и мы с вами читаем в третьем стихе, что благословятся в нем все племена земные. Опять же, и мы знаем, что приход Мессии на землю, который был обещан Аврааму, и есть то самое благословение, которое исполняется в Аврааме. Получается, что практически ничего из того, что ему Бог пообещал, ничего из тех благословений, почти ничего из тех благословений, которые ему обещал Бог, Авраам не увидел. Но здесь мы подходим к другой стороне благословений, которые нам дает Бог. Очень часто люди ошибочно представляют, что благословение — это когда Бог дал что-то мне любимому. Некоторые есть даже говорят, что вот мне нужно там, это мне нужно, то мне нужно, и пятое мне нужно, двадцатого, я без этого жить не могу, дай мне, и Бог дает, и это благословение. Однако в случае с Авраамом мы видим, что несмотря на то, что какие-то вещи начали исполняться еще при его жизни, это было не совсем так. Благословение — это то, что должно было работать в будущем. Именно поэтому Павел пишет в послании к римлянам, дабы благословение Аврааму через Христа Иисуса распространилось на язычников. Толкуя эти самые тексты, Павел пишет, что то благословение, которое было дано Аврааму благодаря приходу Мессии на эту землю, исполнилось спустя тысячелетия. Интересно, что впервые на страницах Священного Писания мы сталкиваемся с идеей, что Бог благословляет человека, еще в Бытие, в первой главе, в двадцать восьмом стихе. Здесь записано. Бог благословил Игорь, сказал им, плодитесь и размножайтесь, и заполняйте землю, и овладевайте ей, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всеми зверями, становящими по земле. Хочу обратить внимание, во-первых, что это было до греха падения. Во-вторых, я хочу обратить ваше внимание, что вместе с благословением Бог дает человеку поручение. По сути, благословение – это инструмент для исполнения воли Божьей на земле. По сути, когда Бог давал Аврааму благословение, обетование, это было инструментом для выполнения его планов на земле. Вот почему важен тот факт, что обетование Авраама не имеет условий. Представьте себе, что приход Мессии на землю зависел бы от каких-нибудь поведенческих моментов в жизни Авраама. Например, хорош Авраам или плох Авраам. Хорошо он поступает или плохо. Мы знаем, что далеко не все поступки в жизни Авраама были лицеприятными. Нет, ему пообещали просто, потому что Бог обещал. Он сам гарант исполнения этих обещаний. Но мысль, которую я хотел сказать, гораздо более важная для сегодняшнего нашего рассуждения, в том, что благословение становится таковым, когда оно продолжает служить другим, работать на исполнение воли Божьей, на исполнение его планов. И это очень важно. Когда мы сегодня говорим о том, в каком положении находится еврейский народ, очень часто можно услышать, вот, отказался от своего Мессии, не принял своего царя, и это все правда. Но перестал ли еврейский народ выполнять ту функцию, которая была возложена на него Богом? Я подчеркну здесь для критиков, что речь не идет о вопросах спасения. Просто задумайтесь над таким моментом, что несмотря ни на что, еврейский народ дал этому миру Библию от первой до последней буквы, написанной евреями. Да, и люди сегодня читают ее и верят. Верят в Бога Авраама, Ицхака и Якова. Верят в Мессию, который пришел в плоти, в плоти евреям, был обрезан на восьмой день, прошел бармитцов, посещал праздники, ходил в сенагогу, носил религиозные одежды, вел себя как настоящий раввин. То есть, еврейский народ, несмотря даже на все минусы, о которых мы сказали, или на все проблемы, все грехи, о которых мы упомянули, продолжал исполнять возложенную на него функцию. Но на определенном этапе, и как мы с вами об этом прочитали, у Павла появилась необходимость в том, чтобы к этому подключились еще и язычники. Я не буду сейчас вдаваться в подробности, что это было исполнение обетования, но веровавшие в Иисуса не из еврейского народа. Точно так же на них была возложена задача быть светом по всему миру, чтобы свет этот распространился, и многие имели возможность, глядя на них, на их поведение, слушая их речи, уверовать. Иными словами, благословение имеет смысл в том случае, если оно работает для Бога. Именно эту мысль выражает Мессия в притче о талантах. Наверняка многие из вас помнят, что в этой притче хозяин, уезжая в дальнюю страну, он дает одному столько-то талантов, другому столько-то талантов, третьему столько-то талантов. И был человек, которому был дан только один талант. Все, кроме последнего, эти таланты потратили для того, чтобы принести что-то своему господину. Но был один человек, которому был дан только один талант. Он его не потратил. Он решил его вернуть господину, не вложив никуда, не принеся ему пользы, не сделав ничего. И каков был конец, мы с вами знаем, он был печален. Итак, благословение в том случае является таковым, если оно служит для Бога. Это, конечно, не запрещает нам пользоваться тем, что нам Бог дает, будь то наши дети, наше имение, наши финансы, наши духовные ресурсы, наши возможности. Нет. Но до тех пор, пока это не служит Богу, это не является благословением. И третий момент, о котором я сказал, когда речь идет о благословении друг к другу. В тех случаях, когда мы делимся этими благословениями, благословениями, данными нам Богом, друг с другом, мы по сути распространяем это благословение, благословляя друг друга. Опять, я могу этого не делать, но Бог хочет от нас другого. И если мы хотим благословить ближнего, то мы должны поделиться с ним тем, чем Бог благословил нас. Благословил Он нас финансами, мы должны ими поделиться. Благословил Он нас духовными дарами, мы должны ими делиться. Благословил Он нас здоровьем, мы должны послужить опорой друг для друга, для ближних наших. И именно так мы благословляем друг друга. Дорогие мои, для чего Мессия приходил на эту землю? Для нашего спасения? Да и аминь. Но спасение — это не конечная цель, это метод. Метод, с помощью которого мы попадаем в царствие Бога. По сути, Мессия приходил на землю для установления царствия своего. И когда он вернется на землю, это царствие, которое мы иногда называем тысячелетним царствием, кто-то его называет мир грядущий, кто-то его называет царством Бога, это царствие будет установлено. Есть очень тесная связь между шаломом и этим царством, между шаббатом и этим царством. Этому были посвящены соответствующие уроки. Но сегодня я хочу сказать, что истинное благословение для каждого живущего на земле — это возможность прийти в царствие Божие. Да благословит нас всех Господь! Шаббат шалом! 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 Шаббат шалом!